А теперь о памятных датах календаря. Уже завтра представители сильной половины человечества будут принимать поздравления с Днем Защитника Отечества. История этого праздника насчитывает более 90 лет. Официальное название он получил в 1922 году, однако учрежден был несколькими годами раньше, в 1919, и отмечался изначально как День Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В наши дни 23 февраля приобрело характер всенародного праздника, когда поздравляют всех мужчин. В канун Дня Защитника Отечества глава района Роман Сенеговский провел торжественный прием в Малом Зале Администрации. Побывали там и наши корреспонденты. Среди приглашенных на торжественный прием те, кто на фронте и в тылу отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Участники боевых действий в Афганистане и Чечне, представители правоохранительных органов, казаки, а также преподаватели, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Примите мои искренние поздравления с Днем Защитника Отечества. Мне очень приятно, что мы действительно все сегодня здесь собрались, подошли к нам в гости. Это день воинской славы русского солдата. Он объединяет всех, как говорится, тех, кто воевал, оставил наши границы и рубежи. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, исполнения всех ваших желаний. И хотел сказать большое спасибо за то, что вы отдали много лет и сегодня продолжаете служить в вооруженных силах. За то, что оберегаете нашу страну и в любое время готовы поставить плечо и грудь, как говорится, свою для защиты нашей Родины. В числе присутствующих Алексей Васильевич Борисенко, участник Великой Отечественной войны. Алексей Васильевич защищал Сталинград с первого до последнего дня битвы на Волге. Участвовал в боях за освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, в сражении по взятию Кенигсберга. Кенигсберг, Желепо-Севецкий, мы брали из дивизии, то есть пять полков, бомбардировщиков, пикировщиков, 81 штук, наносили удар по Кенигсбергу. И за пять дней мы Кенигсберг взяли, нас наградили за взятие Кенигсберга и личную благодарность от главнокомандующих. Алексей Борисенко и сегодня в строю занимается патриотическим воспитанием юных славянцев, несмотря на почтенный возраст. В марте нынешнего года Алексею Васильевичу исполнится 93 года. Участник боевых действий в Чечне, член славянского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Роман Тарасенко тоже воспитывает в молодежи чувство любви и гордости за свою страну. Только через искусство. Роман руководит вокально-инструментальным ансамблем «Кавказ», прославляющим наш район на районных и краевых музыкальных конкурсах. Ансамбль был создан год назад благодаря поддержке районной власти. Благодаря Роману Анатольевичу Сенеговскому, Черновусовой Галине Ивановне обязательно, Литовке Григорию Владимировичу. Создалась наша группа, они помогли в выделении денег средств на приобретение аппаратуры. Несмотря на то, что ВИА «Кавказ» еще очень молодой коллектив, буквально на днях он был удостоен высокого статуса, благодаря которому участники ансамбля смогут представлять наш район на всероссийском уровне. Было принято решение о том, чтобы наш вокально-инструментальный ансамбль «Кавказ» сделать титульной группой Российской союзов ветеранов и гостей локальных войн Красноярского края. Прием прошел не только в торжественной, но и по-домашнему теплой и радушной обстановке. Лучшие музыкальные коллективы района выступили с патриотическими и лирическими песнями. В завершении торжественного приема Роман Сенеговский вручил его участникам благодарственные письма и подарки. Алена Лавринова, Георгий Калинин, программа «События».